В этом году, как и в предыдущий, на паркете универсального спортивного комплекса Подмосковья прошел турнир памяти одного из самых известных волейболистов нашего района, заслуженного тренера России Владимира Ивановича Ананина. Четыре команды, которые по итогам прошлого сезона заняли последние места, чтобы не обижать, играют кубок Владимира Ивановича Ананина в памяти. Пятого-шестого числа проходили полуфинальные встречи. Там определились пары, которые играют за третье место и пары, которые играют в финале за первое место. Сама финальная игра получилась захватывающей. Боролись за первое место команды из Медвежьих озер и из Литвинова. Несмотря на первоначальный счет 2-0 в пользу медвежьих озерцев, им оставалось до победы выиграть всего лишь одну партию. Их противник неожиданно сумел мобилизовать все силы и начать раз за разом вырывать победные очки. И в последней партии решающей литвиновцы победили, правда, с минимальным перевесом. Игра в полном получилась хорошо, в принципе. 2-0 проигрывали, 3-2 выиграли, так скажем, камбэк такой совершили. Ну, тяжеловато. Эмоционально было тяжело. Волейбол, конечно же, игра народная. Она с давних времен популярна у очень многих ее почитателей. Этим видом спорта увлекалось не одно поколение сторонников здорового образа жизни. И радует то, что сейчас у нас в районе игра эта, что называется, набирает обороты. Об этом рассказал родной брат Владимира Ананьина Сергей, председатель Федерации волейбола Щелковского района, тренер детско-юношеской спортивной школы. В позапрошлом году появились новые команды. В этом году добавилось еще сейчас 13-й Москово-Щелковского района. Будет выступать около 9 команд женских и 9 команд мужских. По сравнению с тремя годами раньше, в принципе, очень мало было. В основном мужские команды выступали. Сейчас и женщины, и мужчины находятся на одной ступеньке. Итак, в турнире победили команды. Из поселка Литвиного первое место, из Медвежьих озер второе и третье из Звездного городка. У женщин первое место заняла команда из Медвежьих озер, второе из Балашихи. И бронза досталась команде Стеклолидер, также из Медвежек. Андрей Циханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».